Привет, ребята! Как настроение? Приготовим что-нибудь вкусненькое? Что? Не умеете? Не может этого быть! Тогда смотрите внимательнее! В эфире специальная кулинарная рубрика для детей Хрюшев! И взрослых! У нас готовят все! Можете смело делать заказы! Хотите, я вам помогу? Представьте, что Инна – это официант. Инна, подокраешь? С удовольствием! Тук-тук-тук! У вас открыто? Да, проходите, выбирайте столик. У нас сейчас завтрак. Вам нужно меню? Нет, я хочу специальное блюдо от шеф-повара. И какие у вас пожелания? Так, сделайте мне самую вкусную, сладкую и полезную кашу. И желательно побыстрее. Пожалуйста! Вам повезло! У нас как раз есть то, что вы хотите. Так что, усаживайтесь поудобнее. Мы отправляем ваш заказ на кухню. Замечательно! А какая каша будет? Волшебная! Потому что готовится практически сама собою и имеет невероятный вкус. В основе – крупа-кус-кус. Ого! Даже практически в рифму. Люблю сладкую поэзию. А вам известно, что кускус – это вовсе не крупа, как многие считают. Кускус делают из пшеничной крупы. Зерно измельчают, увлажняют, скатывают в маленькие шарики диаметром в 1-2 миллиметра и высушивают. Иногда кускус производят и из других круп, например, ячменя или риса. Напоминаю, мы собираемся приготовить кашу с кускусом. Волшебную! Да, потому что делается она очень легко, без каких-либо усилий. И продукты нам нужны следующие. Кускус, молоко, сливочное масло, грецкие орехи, курага, финики, сахарный песок, корица, ванильный сахар, соль и немного теплой воды, чтобы залить сухофруктов. Ага. Сейчас все организуем. Половничек, твой выход. Отлично! Приступаем! Сначала замачиваем в воде сухофрукты. Пусть набираются влаги для мягкости. Заливаем финики и курагу. Вот так. А мы, тем временем, будем нагревать на плите молоко с сахаром, ванильным сахаром, корицей и солью. Понятно. А затем добавим туда сливочное масло. И будем варить кускус. В том-то и дело, что кускус это такая замечательная крупа, которая не требует приготовления. Кускус нужно залить или добавить в горячую воду, а в нашем случае в молоко. И просто дать настояться. О-о-о! Ух ты! Очень-очень подходящий рецепт для начинающих кулинаров. Да, если взрослые помогут с нагреванием молока, а дальше будут просто рядом для подстраховки, то дети вполне справятся со всем остальным. А что там дальше, кстати? А дальше нужно будет нарезать финики, курагу, а орешки подсушить и измельчить. Чем мы и займемся после того, как нагреем молоко и положим туда кускус. А вы знаете, что более 8 тысяч лет назад древние люди научились готовить каши из зерна и воды? В Древней Руси для каш использовали и ячмень, и пшено, и овес, и гречку, а также другие крупы. В те времена готовили каши так. Сначала зерна мололи в жерновах или дробили камнями. Затем муку помещали в котел, добавляли воду, ставили на огонь и варили до получения однородной массы. Часто ее поливали маслом или добавляли к ней сметану для улучшения вкуса. Ребята, смотрите. Кускус впитал все молоком и разбух. А мы успели за это время нарезать финики, курагу и подготовили орешки. Угу. И теперь нам осталось всего лишь все смешать. И сделаем мы это прямо в сотейнике. Угу. Чтобы наша каша не так быстро остыла перед подачей на стол. Вот. Да. Сухофрукты замочите в воде. Разогрейте на плите молоко с сахаром, корицей, ванильным сахаром и солью. Затем добавьте туда сливочное масло. Залейте этой смесью кускус и дайте настояться. В это время нарежьте настоявшиеся в воде сухофрукты, а орехи подсушите и измельчите. Соедините в сотейнике все ингредиенты и кускус. Ну что, вы довольны? Да. Я в полном восторге. Спасибо, это очень вкусно. Обязательно передам ваши слова шеф-повару. Ха-ха-ха. Так это же ты и есть. А может быть ты? Ха-ха-ха. Мы вместе. У нас с тобой тут общее хозяйство. Тогда, дорогой коллега, предлагаю попрощаться с нашими любимыми зрителями и отправиться на поиски новых идей для будущих выпусков. Прекрасное предложение. Всем всего хорошего. И самого вкусного. Пока-пока.